Мы вышли на лестницу, мы сначала не поняли от чего. Хлопок пыль, запах вот такой гари, как сажи. А потом, получается, уже когда мы вышли на лестницу и уже видим, что это дым и разрушение. Двухэтажка, еще до революционной постройки, рухнула накануне около 11 вечера. Здание стояло буквально в метре от дома, где живет Светлана. Этому строению тоже больше 100 лет. Женщина опасается, что из-за обрушения оно тоже могло повредиться. У нас дом сдетонировал. Такое впечатление, что, знаете, вот такой зазор был. Не просто трусило, а вот так вот. Соседство с аварийным домом местных жителей тревожило давно. Двухэтажку расселили еще 15 лет назад. Снести ее чиновники лишь обещали. Этот дом по Октябрьской революции 5 отселен. Все документы, касающиеся моих служебных и должностных обязанностей, направлены на имя директора. И сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе данного дома. И, скорее всего, что это будет снос этого дома. Но сносить строение не спешили. Две недели назад в доме обрушилась одна стена. Сегодняшнее обрушение унесло жизнь молодого мужчины. До обвала в этом месте была арка и вход в дом. Мужчина вышел на улицу, услышав крики. В этот момент груду кирпичей засыпали проход. С собаками и тепловизором спасатели обследовали все руины. В доме часто видели людей без определенного места жительства. Пострадавших больше не нашли. Были документы, которые утверждают, что все конструкции были устойчивыми. И они не выражали дальнейшему обрушению. Однако, по словам очевидцев, люди видели, как некто занимался разбором этих конструкций, то есть расстаскивали кирпичи. Когда полностью разберут завалы, чиновники пока сказать не могут. Готовят необходимые документы. Поскольку есть определенные технологические решения, как разбирать для того, чтобы не было никаких нарушений. И мы оформляем все необходимые документы для того, чтобы уже окончательно этот дом был снесен. В каком состоянии соседнее здание, еще предстоит выяснить. Чиновник говорит, видимых повреждений нет. И, скорее всего, люди смогут в него вернуться. Но пару дней для безопасности в доме не будут включать газ. Евгения Дашкевич, Виталий Осмачко, Медиагруппа «Объектив».